здравствуйте дорогие зрители сегодня с вами интернет-телевидение ленру в гостях историк и журналист юрий нерсесов я елена прудникова тоже историк и журналист сегодня играю роль ведущей и так где-то примерно с неделю назад в комсомольской правде появился так называемый рейтинг предательства что само по себе уже интересно юрий аркадий все таки расскажите что это было это был и обыскал плод любви трех организаций причем очень разных с одной стороны это фонд историческая память умеренно левого историка александра дюкова с другой стороны это фонд холокост радикальные либерастки еврейской нацистки и горячих сторонницы украинского майдана аллы гербер с третьей стороны это группа историков института истории российской академии наук вот появился он почему тут у вас идет мощная российско-польская историческая война поскольку в ней участвует любимый вождь путин нужно было ему подбросить подкрепление ну вот в результате все эти три структуры совокупились и чего-то родили родили они таблицу где показывали страны по степени сотрудничества с гитлером в области силовых структур армии полиции там сс и так далее и как исчислялись цифры в этой таблице очень очень просто методика нормально на 10 и брали на каждые 10 тысяч населения и смотрели сколько ссовцев служащих вермахт и служащих в полиции приходится прежде при этом брали только по оккупированным территориям так называемых добровольных помощников учитывали да конечно они же не служащие полиции нет они служащие вооруженных сил как не учитывали слушать подсчет населения оккупированной территории само по себе интересно ну да ладно и что они там решили ну что первая тройка сомнений не вызывает это эстония латвия люксембург ну насчет люксембурга я бы удивилась я думаю 3 будет литва нет нет когда все совершенно правильно значит в эстонии при населении порядка миллиона в полиции дивизии сс и прочих структурах было 90 тысяч в латвии перенаселение чуть более 2 миллионов там же и а дивизии сс и даже 2 было было 150 тысяч привет подсчете это и дают примерно такие же цифры соответственно в эстонии около 900 на 10 тысяч населения латвии чуть более 700 что у нас люксембурга то он был включен состав рейха на него распространился закон о воинской повинности и он дал рейху в считаю целую дивизию порядка там больше двенадцати тысяч человек там ну плюс полиция на такую крохотную страну это как раз получается а на каком месте тогда австрия тоже включенная состав рейха а вот австрия здесь отсутствует вообще а почему ну видимо потому что австрия она все-таки была именно частью рейха а не совсем оккупированной территории углу часть австрии была интегрирована в рейх вертикально то есть австрийские нацисты они как бы были совершенно равноправно вошли в верхушку рейха часть из них там например всем вам всем знакомы на кельтенбруннер помним старик от кельтенбруннера был на нюрнбергском процессе как обвиняемые гитлер вроде австриец и само собой гитлер австрийского но гитлер тоже урожденный австрий само собой вот люкси алексимбург был все-таки именно оккупирован ну и тут конечно тоже наверно не надо забывать о том что австрии еще в девятьсот девятнадцатом году совершенно добровольно когда было сто процентов демократически хотела присоединиться к германии но и запретила антанта в общем есть ряд резонов но австрию всяк не включили а кто идет у них дальше дальше идет хорватия словакия албания ну и т.д. но самое главное значит самое главное начинается в середине таблицы потому что я когда стали считать выяснилось что польша и ссср идут ноздря в ноздрю вот и чтобы все таки поляки были большими предателями сделали следующее ссср посчитали без республик прибалтики и после этого до поляки опередили ну да странно нет ну как же странно единственному хлеш который тут есть нет есть и другие нет если другие например сейчас как же у нас сильно улучшаются отношения с францией и поэтому видимо было решено сделать приятный другу макрону поэтому у него оказался рейтинг предательства но не у него у франции многократно ниже чем и даже у нас то есть получается у нас 120 на 10 тысяч населения это считать оккупированную территорию а у французов аж 53 всего получается что вот совсем совсем не сотрудничали интересная армия французского огрызка который руководил маршал петтена на куда вашего я не знаю что куда она вошла но я естественно сделал свой по счету странно это все странно я с францией я с францией сделал свой пакет у них если взять население у них предусмотреть население франции тогда было порядка 43 миллионов если 53 на 10 тысяч ну пересчитайте потом получится чуть более 200 тысяч кого сотрудничать с гитлером в служивших в силовых структурах сотрудничать с гитлером то есть прям более 200 тысяч ну тут у меня данные есть я стал пересчитывать что получилось значит эльзас и и лотаринцы то есть жители провинции присоединенных германии мобилизованных вермахт 130 тысяч раз то есть их можно считать же так же как люксембург конечно люксембург они считают значит этих надо они считают я не знаю что они считают 130 тысяч эльзас в таринге 130 дальше полиция гестапо так французская гестапо так называемая фашистская милиция исполняющая роль полиции все прочее это еще порядка 180 тысяч за 300 значит далее порядка десяти тысяч человек служивших в 638 так называемым полку или французском регионе французских добровольцев и французского регионе сс потом объединенных в бригаду и дивизию с шарлемань через эти структуры прошло еще 10 тысяч еще 10 тысяч прошло через разные вспомогательные структуры там типа национал социалистического автомобильного корпуса охранные отряды организации тотто там охраняли плюс охрана там портов в общем можно сказать еще 20 тысяч всего и наконец 100 тысяч это собственно армия которая гитлер оставил маршалу питону он корчек склонны глумлению оставил ровно те же 100 тысяч что англии франция оставили германии по варшавскому договору а это как считать как и считать также считать а как и еще считать как если вишевская франция по факту была союзником германии зачем они занимались они не участвовали в их действиях вот эти собственно эти 100 тысяч не участвовали нет но но если считать французские колониальные войска видим значит насколько я понял сказал поскольку считается оккупированной территорию то их они их их тут не посчитали нет они не участвовали но поскольку они существовали они подкрепляли полицию заменяли немецкие войска во избежание там английского десанта и так далее ведь если бы если бы считаем красную армию мы же считаем войска на дальнем востоке которые предохраняли нас от вторжения японцы а какой статус был у этого огрызка немецкий немецкий вассал официальный вассал в общем да фактически фактически да да и наконец в сорок втором году эту территорию вообще купили армию правда распусти но вместо нее создали некоторые там другие подразделения но все но всего прошло всего прошло вдвое больше чем эти 200 тысяч прошло свыше 400 тыс и куда перемещается франция на какое место в таблице франция тогда перемещается на середину как раз это конечно все приводит впечатление довольно дешевого мухляжа но в принципе может было чтобы а чтобы мы обогнали поляков может было все равно обойтись и без этого потому что прежде всего на мой взгляд неправильная методика что считается жизни только оккупированных территорий почему неправильно жители не оккупированной территории не имели возможности сотрудничать гитлером кроме пленных замечательно но но если мы отцениваем рейтинг предательства то эти не оккупированные территории они оказались неоккупированными благодаря жителям неоккупированных территорий. А тут получается, что мы их вообще выносим за скобки. Это достаточно, мягко говоря, странно. Поэтому, если посчитать по всей, то у нас получится уже не 120, как у нас при Балтике, а даже с Прибалтикой у нас получится 160. То есть, не 160, а 60. И куда мы переезжаем? Мы переезжаем практически в самый конец. А после нас кто-то есть? После нас на самом конце тут греки. Греков я, честно говоря, подробно не считал. В общем, это уже все цифры одного порядка будут. Другое дело, что если французы тоже при таком раскладе опустятся немножко пониже, потому что тогда придется считать всю французскую колониальную империю, это вместе с населением в Франции 115 миллионов. Но тогда количество сотрудничеств с Гитлером вырастет почти до 700 тысяч. Потому что вот именно как раз колониальная армия правительства Виши достаточно... Поподробнее можно про нее? Конечно. Это более... Это около... Это около 300 тысяч человек, которые несли службу в Африке, в Сирии и Ливане, на Мадагаскаре и в Индокитая. То есть они были французы или были набраны из местных жителей? Они были и те, они были, естественно, и те, и другие, но в любом случае это была часть Франции. Они все участвовали в боевых... Не все, но многие участвовали в боевых действиях. Например, в 40-м году, как известно, англичане атаковали в Алжирском порту Мерс-Эль-Кабир французский флот и потопили, вывели из строя три линкора из четырех. Тогда же они атаковали французские войска и флот в Сенегале, но здесь атака была отбита. Потом были мелкие бои в Центральной Африке между сторонниками Петена и Деголя, и потом было уже достаточно крупное выступление британцев и сторонников Деголя в Сирии и Ливане, где там бои шли несколько месяцев. И, наконец, в 42-м году была высадка англо-американских войск в Алжире и Марок, а до этого еще был захват Мадагаскара. В общем, во всех этих боях обе стороны потеряли только убитыми более 8 тысяч и достаточно... Обе стороны таковы, имеешь в виду? С одной стороны Петена, Франция Петена, с другой стороны англичане, американцы и сторонники Деголя. Потеряли порядка 8 тысяч и довольно много кораблей... То есть, Петен фактически участвовал на стороне Гитлера? Да, конечно. И, кроме того, надо еще учесть, что из этих... из жителей этих территорий, из французских колониальных войск, очень многие по факту, особенно из иностранного легиона, вербовались в немецкие войска. Например, одну из лучших частей корпуса Ромеля была 90-я легкоматеризованная дивизия. Там целый полк и артиллерийский дивизион все были из французских колоний из иностранного легиона. То есть, они это все не подсчитали, а ты это все подсчитал? Нет, они... Я это все считаю постольку, поскольку я считаю, что учитывать надо население всех. В данном случае колонии принимали участие в войне, конечно, надо учитывать население. Они, там живились боевые действия. Они, видимо, это вынесли за скобки тоже. Нет, но опять-таки, у нас тоже население участвовало всей территории. Ну, плюс еще, плюс вербовались там в другие отряды. Один там батальон из французских арабов воевал в Югославии, один, еще два в Северной Африке, один даже на Кавказе. Но тут-то не хватает еще одной парной таблицы. К рейтингу предательства еще надо бы рейтинг сопротивления. А, да, совершенно правильно. И вот, если здесь, здесь мы все равно всех, соответственно, обгоним. Потому что, если сравнивать... Потому что никто не воевал столько такой армии и с таким напряжением сил. Само собой. Если взять, например, ту же Польшу... Ее разгромили. Кто-то считает за 17 дней лично, я считаю, что через 3 дня уже все было решено. Нет, нет, нет. Считать нужно до завершения организованного сопротивления, то есть 35 дней. Ну, пусть 35. Нет, но считать же нужно еще и польские контингенты, которые воевали потом и на Западном фронте, и на Восточном. Их было довольно много. Надо считать, конечно, еще и подпольщиков, и партизан. Но вот, если считать все это, у поляков 2 миллиона на 35 миллионов населения. А пособников? 500 тысяч. Значит, 4 раза больше. Да, а у нас, а у нас, соответственно, тоже с партизанами, ополченцами и прочим, примерно 36 миллионов на 190 миллионов. Против 36? А пособников 1,3 миллиона. Понятно. Ну, вот считай. Резимы мы какое делаем? Резимы мы делаем, что доказать, что Советский Союз внес, более активно сопротивлялся Гитлеру, чем Польша, и дал относительно своего доселения гораздо меньше предателей, можно сделать и без мелкого жульничества. Но если более ответственно подходить к матчести. но видимо фонд Холокост это диагноз. Я не думаю, что стоило подключать к процессу организация. Фонд Холокост, который за самостийных украинцев самых жутких антисемитов это действительно диагноз. Да, а также еще не надо забывать, что еще до возникновения Майдана и всего прочего, мадам Гербер произнесла историческую фразу, что русские генетические антисемиты. Подчеркиваю, генетические. Именно поэтому я ее называю еврейской нацистской. Кстати, а по евреям так как народу никто этого не считал? Нет, не считал. А было бы неплохо? Это тут очень сложно, потому что надо учитывать людей с разными долями крови, и потом нет, это посчитать было сложно. Сложно, но в любом сложно. Думаю, считать чистый евреев будет не особенно много. Ну, там, например, порядка, по-моему, 10 или 15 тысяч пленных в СССР числились евреями. Немецких пленных? Пленных взятых на Восточном фронте. А, немцами взятых? Нами взятых. Нами взятых. У немцев и у финнов тоже. У финнов, поскольку у финнов в армии 300 иудеев, я думаю, у финских евреев взятых немного. Нет, в основном у румын и венгров. То какая-то доля есть, но я не думаю, что слишком большая, но опять же... Ну да, им это трудно. Да, опять же, но опять же, нет, есть данные, что было куча народу с 50 процентов, например, тот самый друг Геринга, фельдмаршал Мильх, про которого Геринг произнес фразу «Кто тут еврея, кто нет? Решаю я». Ну, было, но так, среднюю. Ну вот, к сожалению, Геринга тогда, когда Мильху исправляли биографию, он сказал, ну, да, когда Мильху исправляли биографию, ему вместо его отца еврейского аптекаря сделали отцом немецкого какого-то барона, с которым якобы переспала его мама. Вот, поэтому Геринга тоже человек склонный к веселым шуткам, сказал, ну, если мы сделали Эрхарда ублюдком, то, по крайней мере, аристократическим. Ну, да, хорошо. Да, в данном случае, увы, от сожительства фонда исторической памяти с фонда Холокост тоже получился ублюдок. То есть, в конечном итоге репутацию испортили товарищу Дюкову. Ну, не знаю, как он считает это его проблема. Ну, не знаю, я его сильно уважаю, в отличие от фонда Холокост, поэтому немножко обидно, что он связался с такой компанией. Ну, с кем связался, с тем и связался. Это его проблема. Ну, в общем-то, да. Но творение получилось ублюдочное и самое интересное для пропаганды тоже неважное, потому что, ну, любой непредвзятый человек, когда читает СССР без республик Прибалтики, он сразу подумает, а почему без республик Прибалтики? Потому что там больше всего предатель ничего там думает. А если он увидит при этом Эстонию и Латвию на первом и втором месте, он скажет, ну, понятно, почему. Натягивает саму на голову. Но вот то, что это делалось ради поляков, это ты хорошо подметил. Да, но, кстати, будь я на месте, скажем, на месте поляков, я бы сказал, замечательно, говорю, а почему тогда выяснился, а почему вам тогда не посчитать Польшу без территорий, присоединенной к Германии, где жили большинство фольксдойчи, то есть польских немцев, которых в значительной степени и брали. Помнишь, четырех танкистов и собакой был Гуслик, ну, вот он был, по крайней мере, наполовину немец. Так я помню, что не в фильме, а в книге «Четыре танкиста и собака», там вообще экипаж был двое советских, двое поляков, только не в книжке, ой, не в фильме, а в книжке. Это я все знаю, сейчас речь идет о том, что Гуслик, сколько я знаю, «Селевский шахтер», он был, кажется, наполовину немец. Кстати, пользуясь минутой, хочу порекомендовать нашим зрителям именно книжку, потому что она очень сильно отличается от фильма, автор реально воевал в танковых войсках, и она, в общем-то, она очень интересна, именно как книга о войне, в отличие от фильма. Да, ну, так вот, таблица сделана так, что тут просто подтасовки и натягивания своего на глобус видны невооруженным глазом, что в значительной степени обесценивает ее пропагандистские эффекты. А раньше кто-то составлял такие таблицы? Нет. Или это первое? Нет, я раньше никто не составлял. Не порядок, но все равно пользоваться ей ты не рекомендуешь как историческим источникам. Не рекомендую, потому что тут, потому что все считалось слишком натянута. Нет, ну, причем подчеркиваю, первая тройка совершенно правильно. Первая тройка. А дальше начинаются уже и натягивания совы на глобус и все остальное. Ну, они могут сказать, что Эстония и Латвия страна дважды оккупирована сначала Советским Союзом, потом Германия, поэтому ее и вывели. Замечательно. Нет, я не понимаю, что Кылья не имеет никакого отношения, но крикеты идут. Замечательно. Крикеты идут. Прекрасно. А почему тогда, а тогда почему из состава Советского Союза не выведены Западная Украина, Западная Белоруссия и Молдавия? Интересно. Наверное, потому что у них не было своей государственности, их трудно было бы вывести. А как там с предательством? Насколько я помню, ауновцы вполне успешно сотрудничали, было их много. Так понятно, что большинство бандеровцев именно Западную Украину. И они же, и там же сформирована дивизия СС Галичина. Недоработка. Еще циферка могла быть получше. Нет. Ну, то есть, ты хочешь выкинуть все территории, присоединенные к СССР после 1939 года? Ну, тогда да. А если ее к Польше присоединить? Будет еще удобнее. А можно считать и там, и там? Можно. Возможно, она и подсчитана. И там, и там, кстати. Да, кстати, а вот куда действительно делить территории? Какие? Западная Украина, Западная Белоруссия. Тоже своего рода или заслата рингия? Они в составе... Они, значит, я, видимо, возможно, они подсчитаны как в составе СССР, так и в составе Польши. Но тут я ничего не могу сказать, я не знаю. А не хочется посидеть часок за компьютером и составить две таких таблички? Рейтинг предательства и рейтинг сопротивления? Совершенно не хочу, потому что после того, как я опубликовал статью на эту тему, я что-то уже краем глаза видел, что вторую тоже уже готовится составлять. А вот когда обе выставят, тогда мы еще раз встретимся. Возможно. Заси, мы, кажется, с этой темой покончили. Приятно было ощущать вас по ту сторону камеры. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова